Для меня гречка очень специфичная крупа, в отличие от риса. Например, если вторую я могу приготовить почти с любыми овощами и мясом, использовать в качестве начинки, то с первой совсем по-другому. Похоже, я нашла отличное сочетание, ниже я описала, как приготовить гречку с капустой, это шикарный гарнир для многих мясных блюд, можно это блюдо употреблять и как полноценное второе, ведь это очень сытно, рецепт уже проверен не раз моей семьей, поэтому можете смело его использовать, готовя ужин или обед, только попробуйте, и вы сразу полюбите этот гарнир. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Очистите и помойте лук с морковью, лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке, капусту нашинкуйте соломкой. На сковороде разогрейте масло, тушите на нем морковь с луком на среднем огне 3 минуты, постоянно помешивая. После этого добавьте капусту, перемешайте и продолжайте тушить еще 3 минуты, потом добавьте томатную пасту, еще раз перемешайте и снимите сплиты. Гречку переберите и уложите в казан, добавьте к ней тушеные овощи, посолите и поперчите. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Залейте блюдо кипятком, чтобы все ингредиенты были под водой, доведите все до кипения, а потом убавьте огонь. Готовьте гарнир в течение 30 минут под крышкой, подавайте с зеленью, приятного вам аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь, о составе нашего блюда. Гречка, полтора стакана, белокочанная капуста, 500 грамм, морковь, 1 штука, репчатый лук, 1 штука, томатная паста, полтора столовые ложки, растительное масло, 4 столовые ложки, черный молотый перец, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду снова и желаю вкусного дня!